так 14 февраля 2022 год харьков 20 01 по киеву харькове дубль 2 и снимаем на очень повышенных настройках связочувствительности 6400 и соя выставил фотоаппарат nikon club x 5000 и сейчас выдержка 1 к 8000 потому как если выдержку увеличивать луна превращается в сплошное белесое пятно но это я вам еще покажу ну вот видно да зернистость из-за завышенного и сон но цель данной съемки поснимать тул в тусклое созвездие поэтому луну приходится приносить в жертву выдержку увеличивать сейчас будет видно как луна превращается в подобие солнца но зато теперь мы можем видеть звездочки вон у нас аполлон и геркулес две звезды сейчас посмотрим на пояс ориона на sirius на плеяда только такая дико завышенная светочувствительность позволяющая видеть ночью как днем иногда дает нам возможность тусклые на фоне луны звезды снять да правильно мне кстати в комментариях тоже сказали что звезды так увеличивает смысла особого нет они все равно выглядят как точечный объект ну вот допустим sirius расстояние на него 8 световых лет очень-очень-очень близко сейчас я наведусь на него при выдержке х 1 30 и со 6400 максимально напоминаю все ничего не трогаю ветер стихно посмотри как раз теперь уменьшаю выдержку один к восьми тысячам но малепусенькая точечка получилась у нас как бы странно по небосвилоду движется ну то есть это мы не она движется эта земля вращается так пошли ли я дам где они вон они вон они плеяны 7 сестер стажары субару как их еще называют да вот я своему стыду не знал что субару и даже эмблема на машине это как раз эмблема этих звезд плеят 7 сестер звездное скопление ну по-моему вот так красиво в детстве я думал что это есть малая медведица но нет это тоже похоже на ковш но это плеяда и пошли наверно на бетельгейзе посмотрим очень любопытную я посмотрел передачу про бетельгейзе к сожалению не запомнил чтобы сослаться на автора лайк поставил комментарий написал а вот забыл кто автор и ведущий бетельгейзе звезда которая скоро взорвется ну опять же скоро это да что она уже взорвалась в 500 световых лет до нее то есть может 500 лет назад она рванула а свет от этого взрыва мы только завтра увидим вообще ожидается что от десяти тысяч лет и далее ожидаем этого взрыва скорости в общем к нашему счастью обещают это безопасные для жителей планеты земля взрыв будет космонавтом космосе придется сбежать вниз на землю чтобы их радиация не облучила а наша атмосфера магнитное поле земли вполне нас защитит защищает от магнитный уборь солнечных вспышек пытаются за счет детектора нейтрино сейчас отслеживать когда же рванет перед взрывом будет мощный поток нейтрино и в общем то говорят уже сейчас мы можем до несколько часов знать что скоро до нас дойдет свет вспышки а сейчас люди работают над тем чтобы узнать об этом за несколько дней месяцев ну я думаю если у нас десять тысяч лет в запасе как-то за это время сподобиться найти способ такую красоту заранее предвидеть и заранее нанять телескоп и навести так сейчас я вот она наша красавица да уже полнолуние явно в скорости может повезет шестнадцатого будет не только полнолуние но и меркурий в элангации будет утренней двадцать шесть угловых градусов если очень сильно повезет и не затянет опять облаками да продали вот вот